Привет-привет, с вами Review Machines, ваш привычный голос за кадром, за окном самый разгар велосезона, а значит пора включаться в эту тему и нам. И сегодня мы раздобыли для обзора на мой взгляд интереснейший проект. Как вы уже догадались – это дырчик, но далеко не обычный дырчик, который мы себе представляем из нашего советского прошлого, вовсе нет. Это специальный комплект, при создании которого стояли конкретные цели. Цели направлены на создание прямо таки дырчика мечты. Во-первых, комплект должен позволять моторизировать практически любой горный велосипед без какой-либо переделки. Уже круто, не правда ли, но это еще не все, с комплектом можно использовать мотор от любой бензокосы, также без изменения конструкции. Более того, двигатель должен передавать крутящий момент через штатную трансмиссию байка с использованием всех его скоростей. Ну и одна из основных задач – при оборудовании комплекта велосипед должен оставаться достаточно легким и пригодным к педалированию без мотора. Если все это реализовать, в итоге должен получиться прямо таки настоящий дырчик мечты. И сегодня у нас с вами в распоряжении первый опытный образец этого проекта и мы сейчас выясним, удалось ли в нем реализовать все эти цели. Приступим? Прежде всего давайте с вами изучим, как тут все устроено. В качестве примера за основу мы взяли самый обычный горный велосипед типового размера, без каких-либо интересных особенностей. На раму крепится вот этот самый комплект, для простоты давайте называть его дальше редуктор. Изучение конструкции мы начнем с мотора. Как вы помните, одна из задач – это чтобы можно было использовать мотор от любой бензокосы. И действительно, к редуктору можно подключить любой мотор. В нашем случае это простейший моторчик с Алиэкспресс, примерно за 2000 рублей 25 кубиков в односильной двухтактной, оставлю на него ссылку в описании. Хотя очевидно, что это не самый идеальный вариант в этой категории, но для опытного образца сгодится. Идем дальше. Одна из самых сложных деталей во всей конструкции – это вот этот механизм центробежного сцепления, через него передается привод. Диаметр барабана сцепления подобран так, чтобы оно включалось раньше, чем на бензокосе – примерно на 3000 оборотах. От сцепления момент передается ремнем на первичный вал для редуктора. Натяжение ремня регулируется вот этим роликом. Далее мы видим внутренний натяжитель второго ремня, который уже находится внутри корпуса. Он передает момент с первичного на промежуточный вал. И снова внутренний натяжитель, который натягивает ремень от промежуточного до вторичного вала. Вторичный вал суммирующий. На него приходит крутящий момент как от мотора, так и от педалей, здесь же установлена обгонная муфта, она отвечает за возможность одновременного привода, опять же от мотора и педалей. А собственно привод на заднее колесо идет с помощью второй цепи по правой стороне и обратите внимание, по-прежнему используется трансмиссия велосипеда. Корпус редуктора в опытном образце изготовлен из фанеры, но при дальнейшем производстве планируется использовать текстолит пластик, а в люксовых версиях даже карбон. Корпус крепится к раме двумя универсальными замками. Они фактически подходят для любого велосипеда. Управляется вся система элементарно – на левой рукоятке установлен курок газа и кнопка остановки мотора, ну а на правой остается стандартное управление трансмиссией. Одна из приоритетных задач в проекте – это добиться максимальной легкости всей конструкции. Сейчас давайте взвесим, что мы имеем в результате, с учетом того, что изначально велик весил примерно 15 кг. Итак, 23 кг, ну что ж ж, жертвуя 8 лишними килограммами, мы получаем настоящий дырчик. А сейчас очень интересно посмотреть, как весь этот механизм работает в движении. Как видим, педальный привод работает абсолютно так же, как и в стандарте, а значит педальная функциональность байка сохраняется. Что ж, теперь попробуем запустить мотор. И самое интересное, смотрим работает ли трансмиссия. Как видим, в тесте по воздуху все отлично работает, так что можно переходить к практическим испытаниям. Кстати друзья мои, прежде чем перейти к испытаниям, хочу немного раскрыть наши секреты. Вы часто спрашиваете о том, как мы умудряемся находить для наших роликов такую интересную и разнообразную технику. Так вот, на самом деле большой тайны здесь нет. Основной источник нашего вдохновения – хорошо всем знакомый сервис Авито. Мы просто регулярно просматриваем объявления и довольно часто попадаются уникальные предложения. Как собственно происходят наши поиски, мы выбираем категорию, которая подходит по тематике для ролика, выстраиваем интересные для нас фильтры и далее уже смотрим, что получилось. А выбор огромен, вот например вездеходы на любой вкус от самых доступных и до весьма дорогостоящих. А вот этот вариант узнаете? Наши постоянные зрители наверняка узнали. Или вот еще тоже интересный вариант – необычный, не часто такие встречаются, надо бы кстати связаться с автором объявления. Так и выбираем технику, сперва просматриваем интересные предложения на авито, потом связываемся с продавцом и договариваемся, интересны ли ему будут съемки. На самом деле здесь очень много транспорта, то есть и мотоциклы, и вездеходы, и даже танки, посмотрите сами на досуге, может найдете что-то и для себя, ссылку оставляю в описании. Итак, друзья, по первым впечатлениям могу с уверенностью заявить – идея работы. Перед нами далеко не тот дырчик, на которых мы гоняли в детстве по деревням, у нас был подобный древний дырчик недавно на канале, поэтому для меня сейчас разница очевидна. По сути, я еду на современном горном велосипеде. Да, он несколько потяжелее, но зато мне в помощь в любой момент может прийти целая одна лошадиная сила в лице вот этого китайского моторчика. И даже с таким моторчиком велик без помощи педали уверенно таскает по грунтовкам мои 86 кг. Ну а самый кайф – это то, что по-прежнему сохраняется работа трансмиссии, а это значит, что например при движении по лесу я ставлю низшую передачу и еду с хорошей тягой при небольшой скорости, что незаменимо для пересеченки или при движении в гору. Как можно наблюдать дырчик без проблем стартует без помощи педалей, но с другой стороны у меня в распоряжении обычный велик, на котором по-прежнему можно гонять и на педалях, причем по ощущениям нагрузка на педалях вообще не увеличилась. Но это не совсем так, как показывает практика и примерные замеры нагрузка все же немного возрастает, примерно на 10-15% сверхстандартной. Но что очень важно, конструкция редуктора позволяет двигаться раздельно как только на моторе и только на педалях, но и одновременно суммируя моторный и педальный привод. Сейчас чтобы продемонстрировать работу механизмов еще более отчетливо перебираемся на асфальт. Кстати, познакомьте и с Павлом, автором этого проекта. Паша будет далее демонстрировать нам как работает этот дырчик. По его задумке, этот комплект будет весьма полезен тем, кто любит дальние велопутешествия, ведь для этих целей набирающие сейчас популярность электробайки пока уступят. Мы упираемся в ограниченный запас хода от аккумулятора и долгую зарядку, что в дальних поездках критично. Итак мы путешествуем на педалях, наслаждаясь тишиной и красотой природы, но сила подходит к концу, однако это не повод останавливаться. Прямо на ходу, пускаем мотор и продолжаем движение, пускай уже не в тишине, но зато не затрачивая сил на педали. Посмотрим как отрабатывает трансмиссия на асфальте. Все работает четко и сейчас очень интересно выяснить какую максимальную скорость разовьет наш дырчик на одном лишь моторе без помощи педалей на высшей передаче. Итак имеем более 40 км в час, причем не забываем, что у нас стоит самый простенький и дешевенький моторчик с алиэкспресс. Никто не запрещает поставить сюда например хонду gx25, она отлично сюда впишется, ну и любой другой более мощный мотор от бензокосы. Что ж, Паша отлично управляется со своим байком, он полегче менять килограмм на десять и с ним дырчик прямо таки летает по лесу без всяких педалей, практически эндуро, иначе не скажешь. Действительно техника получилась довольно бодрая и азартная, у меня честно говоря больше всего сомнений вызывал приводной ремень. Уж очень он тоненький с виду, как бы не отстрелил кое-чего прямо на ходу, но за период активных испытаний в несколько сезонов вопросов к ремням вообще не было, все работает беспроблемно. А вот моторчик я бы все-таки выбрал какой-нибудь другой четырехтактный, он будет работать гораздо тише, да и заводится устойчивее, а то с этим бывает надо изрядно попыркаться, особенно на холодную. Ну а теперь возвращаясь к основным задачам этого проекта можем сделать вывод, что идея отлично работает. Мы получили комплект, который может любой горный велосипед превратить дырчик без каких-либо переделок, при этом можно использовать мотор от любой бензокосы, опять же без его переделок. При этом дырчик работает через стандартную трансмиссию байка, используя все ее преимущества и одно из самых главных достижений – сохраняется легкость педалирования без мотора. А сам велик хоть и прибавил в весе, но все в рамках разумного. И мы приближаемся к самому интересному, а именно к нашей традиционной рубрике – разговор о ценах. Суть в том, что все конструктивные решения, применяемые при изготовлении редуктора, позволяют запустить его серийное производство, при этом обеспечивая ее сравнительно небольшую цену. Примерная цена такого комплекта будет составлять в районе 25 тысяч рублей, но запуск производства будет зависеть от того, интересен ли он людям. Как считаете друзья, интересен ли такой проект, имеет ли он право на жизнь? В описании будут ссылки на автора, так что если вас эта тема заинтересует, обязательно с ним свяжитесь. Ну а мы постараемся и дальше следить за судьбой этого замечательного дырчика. Например, есть идея сравнить его с соответствующим электрофэтбайком, чтобы наглядно выявить все плюсы и минусы обеих версий. Мы уже делали такое сравнение, но тогда мы сравнивали самый дешевый дырчик с самым дешевым электробайком. Сейчас же мы имеем другой уровень, так что обязательно дайте знать в комментариях, хотите ли вы увидеть такой ролик по данной теме. Что ж, ну а этот ролик подходит к концу, но упрощаться мы по традиции не будем, увидимся в комментариях прямо сейчас! Спасибо, что смотрели друзья, подписывайтесь на канал и включайте кнопку колокольчика, если вы хотите всегда узнавать о наших новых роликах. Оставайтесь с нами, впереди много интересного, до встречи!